В пятницу украинцы разрешают себе немного расслабиться. Эх, хорошо! Однако уже в субботу многим из них садится за баранку и в путь дорогу. На первом же посту ГАИ начинаются проблемы и суматоха. А до боли знакомая фраза «дыхните в трубочку» вводит водителя в шок. Чего я должна дуть? Автолюбители, в свою очередь, утверждают, что есть несколько способов обмануть алкотестер. Будьте добры помедленнее, я записываю. Одни водители надеются на то, что обычная желательная резинка сможет перебить стойкие берега. Другие полагаются на семечки, а третие и вовсе занимаются дыхательной гимнастикой. Однако в ГАИ утверждают, что все эти методы бесполезны. Если у себя вбирать воздух, он также на это отреагует. Как понять, сколько алкоголя осталось в крови и не отберут ни ваши права на первом же перекрестке? Чтобы не испытывать судьбу, команда утра советует приобрести личный алкотестер. Который поможет вам в споре с инспектором. Алкотестеры бывают разные. Одни похожи на брелок, другие напоминают мобильный телефон. Кроме внешнего вида, модели приборов отличаются набором функций. Стоимость алкометра от 100 до 2000 гривен. Чтобы провести тест, достаточно сделать глубокий вдох и выдохнуть в специальное отверстие. Через минуту вы получите результат. Кроме того, алкотестеры широко используются на транспортных предприятиях. Таким образом, начальство вычисляет горе сотрудников, которые накануне употребляли алкоголь. А пока вы с утра строите планы на сегодняшний вечер, команда утра советует не садиться за руль после бурного веселья. Даже если вы вооружены алкотестером.